С 1 июня собственников помещений начали штрафовать за отсутствие паспортов безопасности. Соответствующий федеральный закон был принят Государственной Думой Российской Федерации в конце прошлого года. Отметим, что до внесения указанных на вовведение финансовой ответственности административная норма не предусматривала. Собственники объектов и должностные лица организаций, не имеющих паспорта безопасности, как правило, получали лишь предупреждение. Этим административное воздействие ограничивалось. Теперь же предприниматели в недоумении. Их пугают штрафами, но вот о том, чтобы сделать процедуру согласования паспорта безопасности объекта проще и доступнее, никто не позаботился. В обязательном порядке многие организации и учреждения должны оформлять паспорт безопасности объекта с 2017 года. Тогда вступили в силу несколько нормативных правовых актов, которые регламентировали перечень требований к антитеррористической защищенности объектов или территорий. Паспорт безопасности — это документ, в котором отражено состояние антитеррористической защищенности объекта и содержится перечень необходимых мероприятий по предупреждению терактов. Любой объект, типа гостиницы, значит, всё там должно быть. Планы этажей, ситуационные планы, как месторасположение, космические снимки, где находится объект, чтобы любой человек мог открыть этот паспорт безопасности и увидеть. Планы этажей, во-первых, фасады, и там должны быть обязательно обозначены все аварийные пути, выходы. Отметим, что поначалу собственники объектов и должностные лица организации, которые не имели антитеррористического паспорта безопасности объекта, получали лишь предупреждение от уполномоченных органов. Этим, как правило, и ограничилось всё административное воздействие. Ситуация поменялась в конце прошлого года, когда Государственная Дума приняла соответствующие поправки в федеральный закон. Они закрепили в документе сумму штрафов за отсутствие паспорта безопасности на объекте. Действительно, в Кодекс об административных правонарушениях введена новая статья 20.35. Она начинает действовать с 1 июня, и по ней можно получить достаточно серьёзное наказание. Для физических лиц это до 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц, то есть для предприятий от 100 до 500 тысяч. А должностное лицо наказывается штрафом от 30 до 50 тысяч и может получить даже дисквалификацию. Владельцы объектов недвижимости недоумевают. Процедура согласования паспорта безопасности и прежде была достаточно долгой и сложной. Зачастую документы теряли свою актуальность ещё до того, как были утверждены в соответствующих структурах. Теперь же собственники мало того, что могут быть записаны в нарушителей, будучи, что называется, без вины виноватыми, так ещё и рискуют нарваться на солидный денежный штраф. К примеру, паспорт безопасности одной из тверских гостиниц соответствующей инстанции не могут согласовать уже 3 месяца. Так как со своей стороны собственник объекта сделал всё необходимое, но по новому законодательству может быть оштрафован. Мы в марте отправили последнюю заявку, чтобы они выдали нам специалиста-инспектора. Но они не могут нам выделить и попросили ещё раз подать заявку, что пришлют нам, выделят специалисты, которые обойдёт наш объект, просмотрят, вести, даст свои рекомендации. Теперь мы их ждём. И сколько продлится это ожидание, неизвестно. Однако понятно, что для прокуратуры в случае, если встанет вопрос на назначение штрафа за несогласованный паспорт безопасности, проволочки со стороны других ведомств оправданием не станет. Словом, пока административное законодательство работает лишь в одну сторону. Штрафы в КОАП прописаны, но о том, как облегчить жизнь собственнику, чтобы дело не дошло до штрафных санкций, законотворцы, видимо, до конца не подумали. А учитывая нынешнее состояние многих малых и средних предприятий, новые штрафы будут для них чувствительны вдвойне.